Виктория Макарова Сегодня тема нашего разговора будет интересна абсолютно всем Потому что мы будем говорить и о здоровье, и о красоте И о здоровье детей, и о здоровье взрослых Звучит она так Структурирование своего тела Как свое тело привести в порядок И с какого возраста лучше это начинать Если мы будем говорить о детях Потому что, может быть, не всем нужно прыгать Не всем нужно бегать Не всем нужно заниматься какими-то силовыми видами спорта А может быть, как-то нужно дождаться Когда ребенок до определенного возраста До какого-то дорастет И только потом начинать его приобщать к спорту Как это делать правильно? С какого возраста? Спасибо за ваши вопросы И что пригласили меня Правильный вопрос вы задали Действительно, нужно подойти грамотно Нельзя сразу дать ребенка Какому-то виду спорта Но физическая активность Она должна быть уже с рождения Всегда Но мы тут различаем немножко Физическую активность и спорт Спорт – это же более профессиональные направления Поэтому, чтобы ребенка отдать спорту Заниматься, добиваться каких-то успехов Спорт уже отдаётся, чтобы был результат Не просто так же Для этого нужно, конечно, ребенка подготовить Просто так взять и отдать Спорт – это ошибка Оно может привести к серьезным нарушениям здоровья ребенка Поэтому заранее нужно готовить Что нужно рекомендуется С младенческих лет Это физическая активность Всегда, чтобы ребенка была Чтобы он развивался полноценно Смотреть за самое важное За нарушением осанки Вовремя выявить Сейчас я вот смотрю за детьми Как врач ЛФК Нарушение начинается уже с 5 лет Даже с 4-5 лет Приходят дети с функциональными нарушениями Поэтому, может быть, сейчас образ жизни такой Малоподвижный Очень много дефицитов Мамочки дефицитные Рожают дефицитных детей И поэтому такая патология Раньше она с возрастом Там после 8-9 лет была А сейчас уже 4-5 лет Уже дети с нарушениями осанки А такого ребенка отдавать Любую секцию спортивную Небезопасно Можно травмировать позвоночник, например Может, тогда дети Правильно говорят, что, например Их родители говорят, что Иди, иди, вот занимайся А они говорят, я не хочу Потому что, может быть, они интуитивно чувствуют Что их организм не готов К какому-то определенному виду спорта Не хватает Какого-то витамина Вы сказали Дефицит витаминов у мамы И, соответственно, логично У ребенка Какие обычные дефициты Вы, как врач, видите Чаще всего у нас в Якутии Это дефицит, конечно же, витамина D Когда дефицит витамина D Ребенок ленивый Он не хочет ничего делать У него нет желания Он не хочет играть на улице Или он может просто лежать Смотреть телефоны, гаджеты Это не из-за того, что он ленивый А из-за того, что банально не хватает витамина D Солнечного витамина Потому что ребенок сейчас Очень мало находится под солнцем И доказано, что не все солнечные лучи Дают витамин D Качественный Это только утренний А в это время дети у нас на улице не играют Поэтому нужно с младенчества С рождения Всегда контролировать уровень витамина D Особенно в период роста детей То есть постоянно сдавать этот анализ? Да Раз в год можно сдавать Не часто Раз в год подобрать определенный дозиток И, соответственно, в период роста Даже рекомендую два раза в год Когда идет интенсивный рост Начиная где-то с 6-7 лет Поэтому дефициты очень важны Вовремя компенсировать, чтобы у ребенка Были здоровые кости Чтобы была хорошая осанка И хватало энергии, чтобы заниматься этим же спортом Вы мастер спорта по пауэрлифтингу Мастер спорта России Это очень круто Скажите, пожалуйста, с какого возраста Ребенку можно заниматься силовыми видами спорта? Потому что иногда, например, в спортзале видишь, что Родители приходят, сами занимаются Ну и вроде бы как ребенка приобщают Он тоже какие-то гантели поднимает Пробует себя Ну и вроде бы как такой спорт Кажется интересный Какой-то азарт появляется сегодня Ты чуть-чуть побольше вес взял С какого возраста верно И как правильно ребенка приобщать Если родители хотят приобщить К такому силовому виду спорта? Пауэрлифтинг – это тяжелый вид спорта Который требует Действительность силовых показателей И не рекомендует детей В период роста Начинает именно серьезно заниматься пауэрлифтингом Можно функциональные тренировки Те же тренажеры, да легкие гантели Можно заниматься Но именно подобранные для ребенка Который он сможет Более тяжелые веса После того, как произойдет окостенение Так скажем Это в каком возрасте? Это у девочек, когда наступает первая менструация Начинается вырабатывать эстрогены Соответственно у них начинается уже период окостенения Поэтому девочки растут раньше мальчиков И у них рост останавливается Уже где-то 13-14 лет А вот мальчиков чуть позже Они могут расти до 20-22 лет Поэтому тут важно узнать Не в период роста Как раз заниматься таким видом спорта Потому что позвоночник может быть нестабильным А хрупким И соответственно при поднятии тяжелых весов Можно травмироваться Тогда прежде чем ребенка вообще отдать Даже на уроки физкультуры Нужно все-таки сначала понять Что у него с позвоночником Что с осанкой Да, это очень важно Перед тем, как вообще ребенка отдать Но в спортивной секции Даже заниматься физкультурой Нужно всегда знать о его здоровье Хотя бы сейчас очень хорошо В поликлиниках делают диспансеризацию Сдают анализы Ежегодно Если я не ошибаюсь И в принципе простые анализы Общий анализ крови, биохимии Если грамотно посмотреть анализы Можно увидеть все дефициты Тем более общий анализ крови Очень информативен Он может рассказать про дефицит витамина D Про железо Про витамин группы B Даже дефицит белка можно там увидеть Если грамотно увидеть Поэтому нужно обязательно сдавать анализы Какие анализы, да? Можно сказать Общий анализ крови По нему уже получается Тогда почти вся картина Да, в принципе, да Можно сдать Нет, нужно сдать Общий анализ крови Биохимический анализ крови На ферритин Это белок запаса железа Обязательно на трансферин Это транспортный белок железа Без него, увы, железо у нас не работает в организме Так, витамины группы B Витамин D И парад гормон Вот Это все можно в обычной поликлинике сдать? Да, сдать Ну, витамин D, скорее всего, в программу ОМС не входит С парад гормоном Так что его нужно будет отдельно сдать А так ферритин и трансферин Они входят в стандарт Поэтому они в поликлиниках можно сдать Ну, это вот точно я, например, не запомню А так, если простыми словами То это нужно сдать на дефицит витамина D На дефицит железа, да? И еще Витамины группы B Витамины группы B Да И тогда уже будет понятно Что ребенку нужно какое лечение, да? С его там, например, с костями, да? Как у него дела? Или что по этим анализам будет видно? По этим анализам мы увидим именно те дефициты, которые влияют на выносливость Потому что мы не забываем, что у нас кости растут быстрее, чем мышцы, да? Поэтому самые важные у нас мышечные органы – это у нас сердце Все думают, что это мышцы, это только вот снаружи, что мы видим, да? На самом-то деле важную роль играют внутренние мышцы, которые тоже растут И они чуточку запаздывают, чем рост костей Поэтому нужно обязательно их тоже учитывать Когда вот дефицит железа, дефицит белка, соответственно, качественной мышцы нету И нечем держать наши кости По-простому, если сказать У нас сейчас, мы второй год очень хорошо комплексно подходим Вот как раз по теме, да, если нарушение осанки Мы подключаем именно лечение плюс лечебную физкультуру В нашем городе И, соответственно, получается вот такая комбинация Именно лечебная физкультура и лечение дефицитов Дает очень хорошие результаты В принципе, я принесла фотографии, можно посмотреть, да? Мы режиссёру можем попросить показать фотографии, где будут видны упражнения, да? Или здесь уже результат прямо? Это уже результат Упражнения, они, конечно, комплексные, поэтому я принесла вот такие результаты Это молодой человек, 16 лет, он пришёл к нам в прошлом году В январе у него вес был 129 килограмм 129, представьте себе, это ребёнок А на сегодняшний день у него вес 71, и вот какой красивый он молодой человек Рельефный прямо такой Это год всего прошёл где-то, да? Да, это у нас, получается, молодой человек, как раз, получается, инсулин-резистентность, ожирение идёт, сколиоз у него второй степени было Мы его немножко подкорректировали в начале лечебной физкультуры Потом он попросился ко мне в зал и ходит со мной, тренируется И вот такие результаты А такие результаты вот так быстро это у детей или у взрослых тоже можно за такой короткий период времени достичь хороших результатов? Ещё можно там ещё одну фотографию, я вам расскажу Нет, фотографии вот девочки тоже Корректировать у детей намного легче Можно у детей полностью исправить осанку именно до окостенения Важно это запомнить, потому что там идёт счёт на время У девочек гето до 12 лет А у мальчиков там позже? Чуть-чуть позже может быть, но ориентир мы ставим 12 лет До 12 лет можно полностью исправить, а после 12 это уже коррекция идёт А у взрослых, увы, только коррекция, потому что уже окостенение произошло Но тоже коррекция очень хорошо работает Ещё если говорить о тех людях, которые взрослые, приходят в спортзал Вот с чего мы начинаем спортзал, да, вообще свой поход С каких-то целей, там, уменьшить вес, там, да, например, там, может быть, как-то свою фигуру Вот улучшить, да, визуально И сразу мы идём на беговую дорожку Сразу мы идём на тренажёры, где постепенно начинаем увеличивать вес И если даже мы берём личного тренера в спортзале, да То я, например, такого не помню, чтобы спрашивали анализы у того человека, который пришёл То есть тебе сразу расписывают тренировку, и ты вот просто ходишь И там как-то систематически с этим весом работаешь В чём здесь ошибка? И как вы уже, как врач, который ходит в спортзал, в тренажёрный зал Видите, как бы нужно было, чтобы людям помочь достичь эффекта визуального, хорошего, без ущерба для их здоровья Потому что однозначно мы что-то делаем не так Да, это вот такое есть Я уже вот хожу, уже два зала я занимаюсь Такое, конечно, проблема есть Или приходит набрать вес мышечную массу, да, или приходит, наоборот, снижать вес Но перед тем, как начинать, всегда желательно начинать с врача Сдать анализы обязательно Потому что без компенсации того же дефицита железа, увы, результатов не получить Потому что когда мышцы работают, они требуют кислорода, энергии А кислород является топливом Ну, как пичку затопить, да Дрова положили, это как питательное вещество Надо разжечь кислородом, чтобы получилась энергия А если нету кислорода, соответственно, нету энергии работать Как мы делаем? А чаще всего рекомендуют питание и тренировки Но без компенсации дефицитов Одним питанием, увы, поднять такие тяжёлые дефициты сложно Это нужно годами И нужно прямо чётко прописывать каждый колораж, так скажем А это не все могут А чем грозит, если человек, например, не пошёл, не сдал анализы Он не знает, какой у него уровень железа Что у него там с витамином Д, со остальными витаминами И просто занимается, занимается, занимается Вот через силу, говорят же, там, превозмогая себя Вот иди, там, заставляй всё равно, ты должен Там, вот, не знаю, там, вот абонемент купил Значит, ходи, ходи, ходи Что в результате человек получит, если он будет так? Нагрузка на сердце Если сказать, действительно, что когда не хватает кислорода То есть вот эти дефициты не устранены Соответственно, будут страдать самые главные наши мышцы Это сердце То есть будет нагрузка на сердце Как можно проверить? Есть очень простой способ Берёте секундомер Измеряете при покое полис Потом делаете 20 приседаний Ну, если у кого нет проблемы с суставом, конечно, да Делаете 20 приседаний и сразу измеряете пульс Потом при покое через минуту тоже проверяем В норме не должно выше 20 ударов увеличиваться То есть если пульс в норме было 65 То максимум после 20 приседаний должен увеличиться до 85 Если выше, значит, искать проблему Почему сердце не выдерживает нагрузку? А если мы встаём на беговую дорожку Самая такая лёгкая разминка И там, когда ты смотришь, сколько ты там прошёл Пару минут, пульс у тебя возрастает Потом вроде бы он начинает снижаться Потом опять, например, возрастает При том, что скорость остаётся той же О чём это говорит? Это опять-таки вот нехватка кислорода Дефицит железа Да, дефицит железа Увы, дефицит железа у нас практически у каждой девушки Ага, потому что мы, девушки, каждый месяц Теряют вместе с менструацией железо Поэтому и дети в период роста тоже очень много расходуют железо Поэтому это группа риска Это дети в период роста И женщины репродуктивного возраста То есть которым инструируют Вот им нужно более тщательно смотреть за своим здоровьем И самое важное, сколько бы вы ни занимались Если есть дефицит железа, то, увы, похудеть не получится Можно только сжигать мышцы Но при этом жировая прослойка будет оставаться Даже если ты будешь там диету какую-то соблюдать Да, всё равно вес будет оставаться на прежнем уровне Можно даже худеть без тренировок У нас есть, мы запускали тоже как-то программу такую для снижения веса Брали именно возрастных, которые не могут ходить на тренажерный зал И за два месяца были очень хорошие эффекты То есть без физических нагрузок за счёт восполнения дефицитов Можно привести тело в более-менее нормальное состояние Потом уже идти в тренажерный зал Когда есть ожирение, например, второй, третьей степени Начинают сразу со спортивного зала или бега, или ходьбы Это небезопасно Это нагрузки на суставы, на сердце, на всё остальное Поэтому нужно подходить грамотно Кстати, есть ещё очень хорошая сейчас методика Называется генетический паспорт Его сейчас делают во многих этих Самая хорошая лаборатория в Новосибирске, в Москве Можно сдать генетический анализ и узнать предрасположенность К какому виду спорта у тебя есть, например Это хорошо, если это дети, например Уже знаешь, твой ребёнок, к какому виду спорта он предрасположен Бывает так, что приходят дети, на которые Им показаны силовые виды спорта А родители дают их на лёгкую атлетику, так скажем А как это, сдается, тоже кровь берётся? Да, нет, это не кровь, это по слюне берётся Мазок из, букальный такой, мазок называется И там высчитываются все гены, которые нужны для здорового роста и здоровья Там также можно увидеть, какие, например, белки усваиваются хорошо Какие витамины, потому что витамины разные бывают По химическим составам тоже Какой из них предрасположен И там же можно увидеть, если есть чувствительность рецептора к витамину D или нету Это тоже важно У некоторых бывает так, что они пьют большими дозировками витамин D Но при этом у них не растёт этот уровень витамина D Потому что нету чувствительности генетической Тогда им подходит только активная форма витамина D То есть вот тут нюансы есть тоже Так интересно, в нашем городе тоже такой анализ можно сдать? Да, можно сдать О, как здорово И взрослый может сдать, и ребёнок И, видимо, этот анализ, он, наверное, ещё учитывает какие-то особенности тела Допустим, широкая кость, может быть, человек массивный, ребёнок Ему, может быть, подойдут более такие грубые виды спорта Может быть, борьба, что-то такое Грубая, может, я неправильное слово сказала А кто-то, может быть, такой тонкокосный, высокий Ему, например, баскетбол, волейбол Вот так тоже, наверное, может быть И ещё такой нюанс есть Если есть, опять-таки, нарушение осанки Вот все прыжковые виды спорта, бег Они тоже небезопасны Можно травмировать тот же позвоночник Ещё я слышала, что бегать, прыгать нельзя Ещё в связи с возрастом, когда, например, уже, например, у женщины, да, вот возраст там за 30, за 40, вот такой вот что нельзя, потому что как-то организм реагирует не очень, там плотность кости и ещё и лицо как-то может обвиснуть Правда ли это? Нет, не правда Не правда? Нет То есть можно прыгать и бегать? Тут надо знать, какие есть хронические заболевания Если нету там каких-то патологий со стороны суставов, то и нету лишнего веса такого, да, то, конечно, любой вид такой активности может быть Но перед тем, как какую-то активность делать, даже нужно всё-таки проверить своё здоровье Ко мне приходят женщины, которые летом занимаются скалолазанием, да, просто или уходят по горам Это же тяжело Да, они заранее приходят зимой, чтобы подготовиться Виктория, спасибо большое Мы сейчас уходим на короткую рекламу и буквально через 4 минуты продолжим говорить о том, как быть и оставаться красивым человеком Оставайтесь, дорогие зрители и слушатели, мы скоро продолжим Дорогие друзья, мы продолжаем говорить о том, как оставаться и быть красивыми Как помогать своему телу быть в форме, в правильном для человека весе И в этом нам помогает сегодня разобраться наша гостья Виктория Макарова Врач-терапевт высшей категории, врач по лечебной физкультуре, мастер спорта по пауэрлифтингу России Виктория, ещё раз вас приветствую, благодарю, что вы нашли сегодня время Не так давно мы с вами встречались в рамках программы Гость студии, радиопрограмме И вы рассказали о том, что для каждого человека, особенно человека, который живёт на севере, в северном регионе Очень важно, чтобы не было дефицита витаминов Я запомнила их, это то, о чём мы сегодня тоже говорили Витамин Д, железо и фолиевая кислота И, конечно, вроде бы как думаешь, сейчас это всё восполнить, ну как правильно А оказывается, я совсем недавно узнала, что в нашем городе, в нашей республике Учёные и врачи создали комплекс витаминов, которые уже в одной капсуле вот это всё содержится И как раз таки для северян, расскажите, пожалуйста, что это за витамины И верно ли я поняла, что вот можно одной капсулой восполнить полностью все дефициты Ну, я как врач, в принципе, не очень люблю поливитамины Потому что там в одной таблетке очень много замешано И тазировки маленькие Поэтому, когда мы разрабатывали линейку своих витаминов Мы сделали уклон именно на монотерапию То есть мы создали 6 основных витаминов и микроэлементов, которые нужны именно якутианам Это у нас витамин Д, обязательно, потому что у нас солнца нет Это йод, это у нас железо, это фолиевая кислота, это магний, витамин С и омега-3 Пока сейчас, на данный момент, к нам поступили магний в цитратной форме и витамин С Почему именно вот эти витамины, да? Потому что магний, он нужен именно для работы всей мышечной системы, нервной системы И его очень мало в рационной питании Поэтому и самая лучшая биодоступность, это именно цитратная форма магния И такое искали, я как терапевт, дотошно подходила к поиску этого магния И когда мы сырье искали, рецептуру подбирали, дозировку подбирали Мне важно было, чтобы оно имело комплексный подход То есть, чтобы оно не только там нервную систему, да, расслабляло или что-то делало Еще на мышечную систему И мне самое важное было, чтобы оно еще повлияло на пищеварительную систему Поэтому мы разработали такую рецептуру, что ее нужно быть в порошковом виде Разбавляется и пьется за два часа до сна Оно дает именно расслабление внутренних мышц во время сна За счет чего улучшается отток желчи, работа кишечника И, соответственно, потом усвоение всех полезных питательных веществ Поэтому вот такой у нас интересный витамин А витамин С, можно и не рассказывать Это главный витамин для нашего иммунитета Он должен быть обязательно в рационе питания А в рационе питания сейчас в последнее время мало витамина С Самое большое количество – это у нас, конечно, шиповник Но, увы, мы сейчас шиповник практически не собираем Раньше в детстве лечили любую ОРВИ сразу отваром шиповника Сейчас про него забыли А зря Очень хороший метод Поэтому пока вот такие витамины Скоро еще будет витамин Д В масляном растворе Вот, и в одной капле будет 2000 мг Для взрослых профилактическая дозировка витамина Д Именно в условиях Якутии – это 10 000 международных единиц Меньше не работает Вот годами мы смотрели У нас база данных витамином Д Очень большой Мы его сейчас еще и за собой запатентуем Эту базу данных И пишем мы статью Как раз сейчас научная работа пишется По витамину Д в Якутии Как раз Николай Николаевич пишет Поэтому Можем смело сказать Что 10 000 – это вот как раз профилактическая дозировка для Якутия У нас есть звонок от нашего слушателя или зрителя Алло, здравствуйте 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 У меня такой вопрос Здравствуйте На солнце А солнце нужно находиться в утреннее время Когда тень ваша выше вашего роста Это с какой обычно интервал? Это где-то до 8 утра Ну конечно мы все спим Да, в это время И при этом нужно, чтобы тело было открыто 80% Увы, у нас лето короткое Соответственно мы не успеваем это все получить Если так, то у нас рекомендуется принимать витамин Д в постоянной основе Только дозировки, конечно, в летний период уменьшать можно А сентябрь-май – это рекомендуемые 10 000 единиц То есть получается ты его пьешь, не останавливаясь Это витамин Д И взрослый, и ребенок Да Но перед тем, как принимать Желательно всегда сдавать анализы Или по-простому Как можно узнать дефицит витамина Д? Посмотрите на свои ногти Если они ломкие Если слоятся Это дефицит витамина Д И также можно компенсацию своего витамина Д Когда вы принимаете таблетерно, можно посмотреть Поэтому я, как говорится, это мой индикатор моего здоровья Поэтому я и маникюр не делаю По нему я смотрю, какой у меня дефицит Если ногти становятся тонкие, значит дозировку витамина Д увеличу Если появляются ребристы, значит дефицит железа у меня появляется А есть ведь еще всякие масла, которые можно втирать в ногтевую пластину И ногтевая пластина становится очень хорошей Ну это местный эффект А общий-то эффект не даст это маслу Тогда получается можно обмануться Если, например, ты ухаживаешь как-то за ногтями отдельно То они не покажут тогда состояние Вот будете принимать витамин Д И не надо будет ухаживать Просто сделайте красивый маникюр И этого достаточно будет А крепкость именно ногтей будет зависеть от витамина Д Поэтому принимайте витамин Д Сдавайте анализ И когда будете сдавать на витамин Д Обязательно сдайте парад гормон Потому что это гормон, который активирует витамин Д Поэтому его всегда вместе смотрят Ну это ты уже приходишь, если сдавать витамин Д Тебе там скажут, да, что ещё? Или могут не сказать? Надо всё-таки попросить Могут не сказать Могут не сказать Как мы, оказывается, мало знаем Ещё витамин Д, он же бывает и в таблетках Да, и бывает и в каплях Так же, как железо, да? И оказывается, что может кому-то не подойти Вот форма какая-то, да? Кто-то может не среагировать Например, на капельный какой-то препарат Кому-то таблетки не подойдут Это тоже как понимать, какой витамин тебе подходит Потому что, допустим, я когда начинала принимать витамин Д В каплях я замечала, что у меня какая-то аллергия появляется Я перестала принимать Витамин Д, они бывают Витамин Д 2, 3, да Эргокальциферол, холикальциферол Эргокальциферол это в водном расторе Это аквадетрим, который в аптеках продаётся Он хорошо идёт детям А для взрослых он больше всего Лучше идёт холикальциферол Но если есть проблемы с желчным пузырём То есть там камни, да, застой Тогда витамин Д будет плохо усваиваться Соответственно, эффекта меньше будет И иногда, когда есть сильные такие застойные явления Желчи, могут быть вот эти проявления Ну то есть высыпания на лице, аллергия Это не от того, что витамин Д плох А от того, что внутри у вас не всё в порядке Если наладить желчный отток То витамин Д будет хорошо усваиваться В общем, самое первое Это пройти полностью диагностику, да Продиагностировать Потом сдать все анализы на дефициты И только потом уже начинать принимать витамины И только потом уже начинать подключать в свою жизнь Какие-то физические нагрузки Правильно, потому что без устранения дефицитов Соответственно, организм будет не готов к физическим нагрузкам И не надо все анализы там сдавать Только базовые анализы Вот на железо, на витамин группы В, витамин Д Общий анализ крови и биохимии На кальций, магний не надо сдавать Это если у вас дефицит витамина Д По умолчанию будут там какие-то нарушения И те, которые общие кальции в крови Оно не покажет состояние именно внутри костей, например Внутри клеток Поэтому сдавать нужно именно пока базовый А потом по показаниям уже более такие специализированные анализы Значит, вот наш организм, он очень умный Потому что говорят, например, что ты ленишься Что ты там не идешь, не занимаешься этим спортом Детей ругают, мы тоже там себя А организм просто говорит о том, что ему ничего-то не хватает Если ему сбалансированный какой-то весь комплекс витаминов То он тогда и захочет пойти, и сможет И не нужно будет тогда себя заставлять И с собой бороться, да? И взрослым, и детям Да, это вы абсолютно правильно сказали Действительно, если есть лень Если есть какая-то апатия Это всегда дефициты Когда есть вот такая апатия Лень такая выраженная Это чаще комбинированные бывают витамин Д и фолиевые А фолиевые – это зелень Мы зелень не употребляем Соответственно, он в дефиците у всех Которые проживают на севере Поэтому фолиевая кислота тоже важный элемент Так же, как и витамин Д Вы еще занимаетесь лечебной физкультурой На это же тоже нужен какой-то ресурс Какие-то силы Насколько активно ваши подопечные занимаются И насколько успешна лечебная физкультура И под вашим руководством? Лечебную физкультуру я, когда провожу Индивидуальные, групповые Обязательно требую параллельное лечение Без лечения не беру На лечебную физкультуру Потому что мне важно Именно выстроить Качественную мышечную ткань Чтобы оно могло Дать эффект, вытянуть хорошо Если устранять эти дефициты И подключать лечебную физкультуру Эффект намного быстрее идет И намного лучше Я сегодня показывала фотографии Те элементы, которые лечебную физкультуру Которые нужно было месяцами делать Если их компенсировать Его можно сократить на два раза Поэтому, когда идет лечение Плюс лечебная физкультура Если еще добавлять массаж Это идеальное сочетание Это начинать нужно с детства С какого возраста И как родителям правильно начать Лечебную физкультуру Привезти ребенка Любому родителю Или все-таки Если у кого-то есть какие-то Вот он видит Например, спина у него болит Устает Или там сутулиться Или еще что-то Или это просто любому ребенку Привезти и показать его И лечебная физкультура Никому не повредит Потому что вытягиваться Это вроде бы как Хорошо Нужно научиться родителям Самим диагностировать Это очень просто Просто раздеть ребенка до трусов И посмотреть на свое ребенка И если есть хоть какие-то перекусы В плечах, лопатках, талии Ягодичные складки То, конечно, нужно к специалисту Для начала ортопеду А если все нормально визуально И все хорошо? Если визуально все нормально То это очень хорошо Нужно заниматься Не лечебная физкультура А обычной физической активности Больше двигаться Можно любую секцию отдать ребенку Ну, также, конечно, после того Чтобы посмотреть Хотя бы педиатра Проконсультироваться Дать анализы И если все скажут хорошо Тогда можно начинать Спасибо, Виктория У нас остается не очень много времени До конца эфира И я, наверное, задам вопрос про вас Вы прекрасно выглядите Повторюсь Спасибо Как вы сами заботитесь о себе? И почему из всех видов спорта Вы выбрали именно Пауэрлифтинг Которым достигли Таких успехов? Пауэрлифтинг Это спорт Борьба с самим собой Потому что Ты здесь Не соревнуешься Вот В спарринге Да Как в других видах спорта Здесь получается Именно достижение Внутренних своих Преодоление Внутренних своих Каких-то страхов Или таких Поэтому Здесь этот спорт Именно борьба внутри себя Если ты Например Когда на помос выходишь И проигрываешь Внутри себя Чувства Хотя бы Какое-то сомнение Появляются То ты не оселишь Эту штангу Например Да Поэтому здесь Не знаю Какое Может по темпераменту Я такая Поэтому Подходит мне Именно этот спорт Где борьба С самим собой И каждый раз Достигается новый уровень И вот От этого идет Как бы внутренний рост То же самое А в каком возрасте Вы познакомились С этим видом спорта И почему вдруг Куда пришли Очень смешно было Я не любила физкультуру Почему-то Мне урок физкультуры Не нравился Поэтому Чтобы не ходить туда Я в студенчестве Ушла В секцию Вначале Пошла на волейбол Но я так Как я боюсь мяча Меня переманили На тренажерный зал И когда я пришла В тренажерный зал Тренера Посмотрела И Меня сказали Хочешь бесплатно Я говорю Да Какой студент Бесплатный Мне откажут Ну придется Один раз в год Выступать Я говорю Хорошо И вот так Я попала И ладно Достигла Сэкономили И стали чемпионкой Да Получается так Какие у вас планы Относительно спорта На ближайшее время Я знаю Что вы сейчас Активно тренируетесь Да Вот летом Был у меня перерыв Сейчас начала С тренером Заниматься И 5 ноября Я улетаю На чемпионат Дальнего Востока Выступать Буду Среди ветеранов Представлять Нашу республику Да Сейчас я уже Перешла В категорию Ветеранов Мне исполнилось В этом году 40 лет Поэтому Буду участвовать Как раз В таких чемпионатах Относительно Витаминов Меня спасает Чтобы восстановиться За ночь Просто магний Или вот Цитрат магния За 2 часа до сна Которые Меня через час Уже Клонят к сну Поэтому я за полчаса До сна пью Обычный магний Тогда вот Вы покупаете Цитратный Цитратный И вот Которые наши Именно Вот Когда мы выбирали Мы на себе Тестировали И так как я занимаюсь Спортом Тестирование На мне делали Поэтому Вот этот Цитратный Магний Очень хороший Значит у кого Проблемы С бессонницей Значит магний Можно подключить И ты будешь Вообще спать Как в холодильнице За час до сна Надо же Так интересно Много интересного Такое простое Вроде бы кажется Да А мы Как-то и не знаем В основном Приглашайте Буду рассказывать С удовольствием Я после прошлого эфира Так много узнала Задумалась о том Что Вот Нужно как-то Мне понять Какие витамины Для моего организма Важны Почему я все время Вот уставшая Все время спать хочу Я думала Просто я очень ленивый человек Оказывается нет Оказывается все Гораздо Гораздо проще Гораздо Гораздо понятнее У нас остается Пару минут До конца эфира Может быть Я какой-то вопрос Вам не задала Может быть Вы что-то еще Хотите рассказать Для наших слушателей И зрителей Или мы можем Резюмировать все то Что мы уже сказали За эти 38 минут Ну можем резюмировать В принципе Все Как говорится Уже рассказали Ну я например Что сегодня полезного Узнала Что Вообще не нужно Торопиться в спорт Если ты хочешь Как-то привести Своё тело В порядок Уже не буду Сложные слова Себе Очень сложными словами Нужно сначала Обследоваться полностью Проверить Полностью Диагностировать Свой организм И самое главное Понять Каких витаминов В твоем организме Не хватает Это витамин Фолиевой кислоты Посмотрите Как он себя чувствует Да Витамин Д Омега Трида Железо Йод 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 обязательно На всё это Можно сдать В своей обычной Поликлинике И потом С этими результатами В принципе Анализов Можно уже Пойти к какому-то Врачу Кому ты доверяешь Который там Сможет тебе Расписать лечение Которое Восполнит Все эти витамины И только после этого Можно думать О том Какой вид спорта Тебе подходит Для этого Нужно сдать Завести генетический Паспорт Да Желательно Если хотите Результатов Да Мне очень понравилось Что так можно Сдать И узнать О себе Больше И этот анализ Расскажет о том Какому виду спорта У тебя есть Предрасположенность Есть способности И тогда уже Можно пойти И наверняка Уже тогда силы появятся Не будет лени Не будет какой-то Сонливости И ты сможешь Как-то Со спортом Подружиться Да Виктория Спасибо вам большое Еще раз За интересную Полезную беседу Я думаю Для всех слушателей И зрителей Это было Интересно Интересно и полезно Спасибо, что пригласили Всем спасибо большое За внимание Оставайтесь на канале НВК Сахай На волне Радио Татим